Вихрь эмоций в сочетании с яркими красками, сложным сюжетом и профессиональными голосами. Именно такой запомнилась опера Аиды и Шкаролинцем. Спектакль с мировой известностью, собственной историей и многочисленными интерпретациями. Торжественная музыка, приглушенный свет и атмосфера древнего Египта, величественные статуи фараонов на сцене, таинственные пейзажи и исполнение, которое заставляет поверить в трагедию. Мировая премьера оперы Аида состоялась в 1871 году в Каире. С тех пор спектакль есть в репертуаре почти каждой оперной труппы во всем мире. В этом году Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева представил величественную постановку в рамках фестиваля «Ешкарола театральная». Мы традиционно говорим о том, что зрителю очень везет именно в период этой недели, когда каждый театр показывает лучшие спектакли своего репертуара уходящего театрального сезона. Оно так и есть. Действительно, спектакли, которые были проверены, во-первых, публикой, во-вторых, они были показаны на других фестивалях, уже имеют определенную оценку. Это премьеры, это действительно яркие события и непроходные спектакли, которые театр заинтересован показать на суд и зрителю, и критикам, которые после этого обсуждают достаточно плотно и долго, такое плотное обсуждение идет спектакль. Театр оперы и балета в этом году два больших полотна. Это, конечно, «Верди Аида». Это огромнейшая работа, большая работа, плод такой большой работы всего коллектива. Густонаселенный спектакль. Аида – это академическая опера, только крупный театр, театр с традициями, театр с возможностями может взять его в себе репертуар. Также представит балет Раймунда Глазунова. Это гранд-балет, это великолепный, яркий праздник танца. Перед оперой долгая подготовка. В гримерках примеряют костюмы, за кулисами осматривают декорации, а в оркестровой яме настраивают музыкальные инструменты. Композитор оперы – Джузеппе Верди. Автор сценария – известный египтолог, который позаимствовал сюжет из переведенного им древнего папируса. Действие разворачивается во времена правления фараонов. Среди центральных персонажей – сам царь Египта. Рамфис – верховный жрец, Амнерис – дочь фараона и другие. И, несмотря на историческую основу, на первый план выходит личная драма – любовь и ревность. Партия Амнерис Ваиди – это просто как высший пилотаж. И также театр постепенно тоже шел к этой опере, потому что она сложная, сложная для солистов, сложная для оркестра, сложная для хора. Этот спектакль возили в Англию, показывали. Так же, как и Кармен, как и Травиата. Сейчас театр на таких позициях, что исполняются шедевры мировой оперной культуры. Эта опера была поставлена в декабре 2019 года. Были подготовки, очень-таки кропотливая работа была. Готовились вести эту оперу в Англию. Но вот сейчас, из-за того, что у нас карантин, мы, конечно, может быть, не так плотно занимались этим, но сами по себе, то есть в гримёрках, сами занимались, вспоминали, оттачивали своё мастерство, чтобы не потерять свои наработанные какие-то вокальные нюансы. Композиционная сложность и необычные повороты сюжета – отличительная черта Аиды. Это не только оперное пение, а продуманная сюжетная постановка. В этом уникальность. Для зрителей – возможность на несколько часов погрузиться в атмосферу Древнего Египта. Напомню, фестиваль «Ешкарала театральная» продлится до конца недели. Торжественное закрытие и подведение итогов состоится в четверг в Республиканском театре «Кукол». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова